денис приветствую тебя всем привет торговой сессии среды и снова мы буквально за день до очень важного отчета который обязательно нужно забрать данные по инфляции в сша после нонфарма вообще сейчас на рынках очень интересно каждый отчет приближает нас к сентябрьскому заседанию фрс она уже собственно следующую среду и следующий эфир как раз будет тоже перед заседанием американского регулятора в общем это хорошо то что есть возможность прям обсудить в преддверии каких-то знаковых событий то что на рынке происходит важно вообще разбираться то что на них сейчас интересного я предлагаю сегодня если ты не против затронуть тему доллара можно посмотреть на наш традиционный индекс доллара за которым мы с тобой следим он будет точно драйвером для многих валютных инструментов можем посмотреть на золото которое все никак не решается обновить исторический максимум но сегодня демонстрирует все-таки такой серьезный настрой может быть перед cpi а может быть уже постфактум все-таки сделать это но это так субъективное мнение я ни в коем случае не навязываю свою точку зрения можно посмотреть также за рынком нефти потому что ну как иначе учитывая что бренд WTI у нас минимальные значения не за какие-то там несколько месяцев аж с 2021 года так ну что давай начнем с меня традиционно давай так индекс доллара котировки 101.38 локальный коррекционный откат который последовал за выходом данных по нон-фарм паралл судя по последним четырехчасовым свечкам уже завершился я ждал эту коррекцию потому что очень сильные распродажи были за последние недели и эта коррекция была необходимой чтобы подтвердить нормальность вот этого нисходящего тренда если вероятность продолжения восходящего движения она всегда есть конечно же но сейчас я бы все-таки придерживался с учетом фундаментального фона точки зрения того что мы пойдем на новые минимумы сегодня и до заседания федрезерва эти новые минимумы на мой взгляд предполагают то что индекс доллара может оказаться в районе не только 100.50 но и протестировать значение 100 что мы ждем от данных по инфляции резкое снижение это аузовский показатели с 2,9 до 2,6 процентов базовая инфляция скорее всего не изменится останется на прежней отметке и 2 процента снижение индекс потребительских цен доказывает сохранение дезинфляционного тренда и в целом это может поднять шансы на более агрессивное снижение процентной ставки хотя я я хотел бы конечно же увидеть коррекцию ставки сразу на 50 байс на пункт я думаю что какой продавец доллара бы не хотел но все-таки придерживаясь наверное общего рыночного консенсуса что вряд ли снизит на 50 байс на пунктов это будет снижение на 25 байс на пункт но например не стоит исключать того скажем возможности когда во время пресс-конференции глава американского регулятора джером паула может что-то на что-то намекнуть например в ходе ноябрьского декабрьского оседания что позволит рынкам готовиться к более серьезно очень экономической политики в общем я пока сторонник коротких позиций по доллару я считаю что сейчас с точки зрения фундамента вообще нет ни единой причины чтобы можно было бы отказываться от такого приоритетного направления и опять же если кто-то из наших подписчиков с тобой те кто следит за нашим контентом видит эти причины можно будет точнее я прям очень хочу попросить вас комментариях обязательно поделиться так что касается золота ну что у нас 2525 долларов за тройскую унису сейчас мы снова остановились в одном маленьком шаге от исторического максимума но тот то как активно золото растет с азиатской сессии даже с вчерашнего дня меня убеждает том что мы сегодня исторический максимум и на импульсное движение можем улететь выше двух 550 это целевой ориентир я не удивлюсь если мы видим значение повыше золото растет потому что снижается доллар а самое главное очень сильно обвалились доходности американских облигаций с которыми у золота обратная корреляция сегодня уже десятилетки доходность составляет три шестьдесят одна сотая процента это минимум больше чем за год и дальше я думаю что ситуация будет еще более благоприятствующая для того чтобы золото продолжало развитие бычьего района на сантимент я тоже всегда обращаю внимание сейчас очень красивые показатели уже практически 25 75 толпа в продажах делаем ставку на движение рынка против долпы пока сантимент и позиционирование на рынке не изменится я думаю что покупатели не оставят покоят инструменты и будут дальше теснить продавцов так и что касается рынка нефти в прошлый раз на одном из последних эфиров мы тоже затрагивали тему с нефтянкой я прям отмечал что 70 долларов это прям уровень магнит который притянет бренда к текущему значению причина по которым нефть снижается я думаю что те кто следит за новостным фоном они прекрасно понимают что они связаны с подтвержденным фактом статистикой подтвержденным ростом предложения на фоне падения спроса предложение действительно продолжает расти не только из-за ливии но еще и за счет нарушений код производства нефти некоторыми скажем так странными опять плюс сейчас еще снова есть хотя они даже и не прекращались вопросы к состоянию китайской экономики на этой неделе нас были слабые данные по индексу потребительских цен слабые данные по импорту что также подтверждает слабеющий внутренний спрос китайской экономики поэтому кризис который является отголоском очень печальной ситуации на рынке недвижимости он в китае развивается это негативным образом сказывается на потреблении в том числе и углеводородов что подрывает уверенность рынка в том что нефть сможет какую-то обрести базу либо фундамент для роста но наверное нужно отметить что 70 долларов за баррель это как бы психологический рубеж это значение нужно уважать и даже несмотря на сильный фундамент должна быть реакция от данного уровня и возможно ближайшей сессии мы увидим коррекционный откат поэтому я хотел бы поздравить тех кто прокатился на развитие нисходящей динамики до семидесяти но сейчас бы наверное уже понаблюдал за реакцией рынка на cpi затем как неделя завершится и вернулся бы к нефтянки уже на следующей неделе если будут какие-то интересные уровни и возможности для трейдер так день и слово тебе так тем более есть что сказать отлично погнали и так значит касательно по основным валютам если пройтись на самом деле там по индексу доллара в принципе ситуация уже примерно понятно поэтому тут тут все будет проще значит начнем пожалуй с евро потому что все таки в индексе доллара в расчетах 56 процента занимает евро и с учетом того что завтра будет ставка отец и cb там я думаю особо сюрпризов не будет но есть нюанс дело в том что начинает вот смотрю по опционам начинают прям люто хеджировать падение то есть что это означает что даже если в моменте будет проброс вниз он скорее всего там какой-никакой сделают если не сегодня так завтра то у нас внизу очень во первых очень хорошая поддержка с точки зрения контрактного депока вот у нас же эта неделя все-таки экспирационная для валютных фьючерсов то есть в пятницу у нас произойдет ролловер переход на контракты декабря и следовательно то есть эти вот объемы которые на торговались то есть вот эта вот область в районе 1 0 9 30 1 0 9 там 80 достаточно сильная область поддержки при этом контрольная маржа находится от нового экстрема находится у нас уже близко также я смотрю перекладку фьючей именно среди институциональных рыночных участников перекладка фьючей идет крайне любопытно то есть у нас происходят новые продажи причем очень крупными размерами вы декабрьском контракте поэтому лично как по мне то в идеале был бы добой вниз здесь пока такая размашистая большая достаточно зона но пока просматривается именно в область хеджа добой вниз а после этого уже только дальнейшее укрепление то есть примерно в таком виде этот добой могут сделать например если сегодняшние данные по инфляции немножко разочаруют это может произойти там завтра например на ставке ецб вот соответственно после добоя может действительно будет смотреть хорошую хороший диапазон для будущих покупок а сейчас пока что те объемы которые залиты на данный момент у нас они носят проталкивающий характер которые были еще в пятницу здесь залиты то есть чисто проталкивающий характер вниз и поэтому пока что локальные я смотрю на добой вплоть до вот этого диапазончиком районе 1 0 9 30 здесь хорошие на самом деле накопление находится также премии по крупным реально очень значимым опционам дополнительная заливка вот по страйку в районе 1 10 было сделано вчера как раз вечером еще ну так что с этими факторами обычно добивают добивать а потом будем смотреть уже на разворотку по поводу индекса доллара мне тоже та же самая идея то есть добой в идеале вот где-то 102 102 30 где-то в эту область сюда добить а потом уже после этого красиво сделать разворотку вниз потому что общая вот эта структура которая сделана у нас сейчас на данный момент она очень напоминает что-то типа плоской коррекции поэтому здесь в идеале при таком рассладе это все-таки через сделать через добой выше причем 102 это так чисто ближайший просто уровень он как правило с точки зрения сопротивления вряд ли себя особо проявит здесь скорее будет вот где-то 102 30 25 вот там вот плюс-минус поэтому отсюда как раз буду ожидать в дальнейшем вниз так что да и тут плане валют как бы я с тобой согласен именно в стратегическом мышлении но именно вот в моменте буквально вот на текущей неделе особенно сегодня завтра то могут вот этот финальный выбор сделать как по мне вот не хватает какого-то кульминационного момента для того чтобы дальше работать в сторону доминирующего тренда и это кстати говоря просматривается по остальным валютам та же самая картина поэтому стратегически соглашусь но именно в моменте я бы советовал не исключать момент вот этого добоя потому что разворачиваться с текущих пока вообще не сделано просто не залито топлива для того чтобы можно было грамотно все провернуть ну это чисто мое субъективное мнение по поводу золота здесь никаких изменений золота вообще у нас о каких вообще изменениях может идти речь если середины августа месяца то есть уже практически месяц золото у нас находится в диапазоне тестировали нижние границы где находится 1 2 маржи тестировали верхние тоже границы постоянно там кит локальные отскоки у нас делают происходит поэтому по большому счету нету здесь каких-либо серьезных изменений и да тут я соглашусь то есть движение вверх у нас приоритет приоритета там где-нибудь 2580 то есть но это сейчас так чисто по марже по опционам ориентируюсь потому что это все практически максимумы и выделить точно уровень там просто невозможно так что если даже отскочат снова уже раз два три если четвертый раз отскочат от верхней границы то все равно в дальнейшем потом буду смотреться на продолжение роста после внутреннего отката будет этот откат снова к нижней границе в четвертый раз неизвестно могут просто от середины пойти к серединке там где-нибудь на 2 500 например и оттуда отскочить вверх то есть запросто а вот что касается нефти крайне любопытная ситуация значит нефть сейчас находится в области сильной перепроданности то что будет рост у меня сомнений нету вообще никаких единственный момент будет ли этот рост сделан буквально с текущих или его попытается сделать после небольшого теста области выкупа области поддержки дело в том что да по уровням здесь их было несколько основная область у меня было 66 75 67 50 там цена ну не то что реакция она просто остановилась небольшая была сделана остановка в этой области там немножко поторговались и вчера потолкнули вниз но здесь очень важно обратить внимание на футпринт свечи который была сделана при проталкивании это классика это классика кульминации да на сложном виде потому что свеча очень похоже на проталкивающий вниз вроде как идут сквозь уровень но основной объем по битам то есть это лимитные покупки которые проходят по битам они зашли практически на самом дне вот они где то есть это у нас диапазон в районе уровня 65 то есть на 65 здесь зашли достаточно крупный объем по опционам все что выше 67 это уже потенциаль точнее все что ниже 67 это по нефтемарке пти у нас потенциальная зона перепроданности поэтому по нефти еще раз говорю меня сомнений абсолютно никаких нету в том что будет рост единственный момент смогут ли сделать вот этот добой вниз то есть обычно на область кульминации она потом тестируется особенно если это сделано например на ком-то сильном движении тестируется а потом уже формируется хороший отскок вот внизу тоже есть там по опционам заливки но они такие себе если если честно то есть гораздо интереснее то то что мы потестировали очень сильную область в районе 67 50 то есть сделали пока что на данный момент ложный пробой и сейчас вот потихонечку возвращаемся поэтому это все в рамках надо смотреть даже не четыре часа это все в рамках дневного недельного графика поэтому если на дневки на недельки это все сохранится ой ну это будет просто просто супер дадут ли добой вот к этим низинкам в районе там 64 50 но как перспективе как бы могут и честно вчера ждал что сюда все-таки добьют это было бы просто мега идеально и оттуда уже стартануть вверх поэтому еще раз говорю объемы уже начали заходить то есть ну с цифрами здесь не поспоришь вот очень четко видно по футпринту у нас явно выделяется в рамках текущего контракта а в конце недели мы уже перейдем на новый фьючерсный контракт по нефти поэтому здесь уже видно что потихоньку начинает объем заходить и судя по реакции это именно были лимитные покупки потому что они проходят по битам так что вот этот момент еще локального отскока может с обновлением минимум может и без него я бы ни в коем случае не исключал а потом уже действительно в разворотку где-нибудь на 71 по vti по бренду это где-то будет сколько у них там разница процентов 5-7 значит где-то в районе 75 примерно вот так получится где-то там денис спасибо тебе за рекомендации но в целом у нас взгляд с тобой схожи я думаю что в принципе сейчас на рынке странно приезжать с другой точки зрения потому что иногда он ну настолько очевиден что даже не хочется выдумывать что нужно работать по трендам они тоже ясные и возможно сегодня после выхода данных по себя их эта динамика станет еще более выраженной ну что нас и один еще я бы хотел подсветить один маленький нюанс дело в том что текущие следующие недели они очень важны с точки зрения перетекания объемов контракта потому что у нас сейчас экспирационная неделя у нас пятница будет экспирироваться все валютные фьючерсы соответственно то есть неделя до недели после экспирации когда происходит ралловерный новый контракт в данном случае декабрьский то там как правило объемы одни закрываются и новый переоткрывается и иногда бывает вот такая вот повышенная волатильность в принципе без каких-либо ну здравых триггеров каких-то рассуждений просто потому что крупняк закрывает позиции текущего и переоткрывает его на новом поэтому сейчас у нас тем более такой сложный период потому что мы попали прямо в экспирацию еще и плюс ецб на следующей неделе фрс сейчас еще инфляция ну так вот все вместе как снежный ком все это будет у нас накатывать поэтому блин ну недели будут сложные реально сложно поэтому их надо конечно постараться торговать достойно согласен тогда добавлю что риск менеджмент как и всегда контроль рисков обязательно так удастись ну что денис спасибо за то что уделил время обсудил со мной рынки подведем итоги cpi и уже будем готовиться к заседанию фрс на следующей неделе следующую среду тебе тогда хороших трейдов также как и нашим подписчикам и всем нашим фолловерам до скорой встречи спасибо большое тогда перед фрс тоже немножко пообсуждаем само собой всем прибыли пока пока